Наталья Свечникова – героиня наших сюжетов. В 2021 году она жаловалась на перебои с поставками угля в родном Локтевском районе. Тогда, после огласки в СМИ, получилось снизить градус проблемы. Сегодня новая напасть. Женщину атаковали кредиторы. Финансовые организации списывают последние деньги за счетов женщины за долги умершего отца. Не успев похоронить, я обратилась в банки со свидетельством о смерти, где он всегда брал кредиты. Просто я прошла по банкам. И мое было удивление, что он задолжал во все банки. Общая сумма долга – около 400 тысяч. Цифра неподъемная для Натальи. Она в одиночку воспитывает ребенка-инвалида. В месяц на двоих у них порядка 30 тысяч. Это и на коммуналку, и на продукты, и на лечение дочери. С меня уже в потребительском кооперативе на второй день после похорон взыскали деньги в размере 5500. И сказали каждый месяц приносить эти деньги. Причем банки начали списывать деньги еще до того, как Наталья вступила в наследство. Юристы нам пояснили, что такие действия кредиторов незаконны. Долговые обязательства ложатся на плечи человека лишь после официального вступления в наследство. В будущем Наталья Свечникова, конечно, планирует это сделать. Тогда уже по счетам платить придется. Под угрозой жилплощадь. В принципе, могут реализовать эту квартиру и рассчитаться. Это, наверное, был бы самый лучший вариант, вот как вот в нашем случае. Если же таково не произойдет, то в банк вправе уже к наследнику обратиться через суд и через судебный орган взыскивать сумму задолженности. Здесь могут и пении, и неустойки, и полностью все пойти за пользование денежными средствами. Если в добровольном порядке наследник не выплатит сумму, ему грозит принудительное взыскание. Недвижимость может уйти на торги. Но уже с уценкой 20%. Поэтому лучше найти возможность своевременно погасить задолженность. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.